Приветствую, друзья! И недруги тоже. Приветствую вас! Про Лободу и ее заявление. Там есть доля истины. Действительно, очень много видных деятелей нашего шоу-биза, они из Украины. Или у них продюсеры из Киева, или корни украинские. Но здесь ведь еще и другой есть аспект. Дело в том, что приоритет был у наших небратьев в этом отношении. Их очень продвигали крупные деятели, типа Роднянского, который полностью расчехлился после 24 февраля. До этого были очень влиятельные фигуры и в нашей медийке, и в культурке. Они их, в общем, своих единомышленников продвигали, потому что, когда речь идет о шоу-бизе, как правило, вопросы не задают. А что там человек думает про Крым, допустим, про тот же? Ну, почему-то в рок-среде это сразу обсуждалось. Это был раскол в рок-среде, о котором я там рассказывал в свое время Рыженко. Я оставлю в описании ссылку на беседу с ним. А с попсовиками как-то там вообще у них, что они не скажут, что они подумают, как с гуся вода. Я не устану приводить, например, Сережу Лазареву, который заявил, что Крым был и остается украинским для него. После этого поехал представлять России на шоу-бизнес. Что он заявил после 24 февраля, тоже все помнят. Сейчас он с Николаем Басковым, который занимает, как мы знаем, полярную позицию, патриотическую, они вместе там соведущие на федеральном канале. И как-то считается, ну типа вот попса, она и есть попса, что с них спрашивать. А вот я вот послушал Лободу и выясняется, что они Ломы, то есть лидеры общественного мнения. Такая аббревиатура, во всяком случае, с точки зрения Светланы Лободы. И ее саму продвигали. Вспомним, она была наставником самого рейтингового телевизионного проекта страны, проекта «Голос». Это что, она гораздо талантливее и симпатичнее, привлекательнее, чем какие-то другие певицы, которые тоже были в жюри этого проекта. Я там и про Пелагею могу вспомнить, и про Гагарину. Нет, значит, она кому-то нравилась, кому-то симпатична. Манижу просто двигали совершенно кремлевские ребята, и известны их фамилии. Были там какие-то бизнес-интересы, значения не имеют. Но тоже ее очень усиленно продвигали. Поэтому здесь дело в том, что вот это все идет не снизу, не из народа, при этом говорить, а сверху. Вот, и вот я к тому, что спецоперацию-то надо проводить не только на фронтах, а и на фронтах информационной войны в том числе, которая и там, и вот эта линия фронта, она может проходить и по набережной, и по Старой площади. А без этого не получится. Без этого война не будет выиграна. Такая лобода у нас и будет в головах. Полная лобода.